Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я Александр Петю. Перед просмотром поставьте лайк, комментарии за стимул, больше снимать для вас видео. Всем большая благодарность, кто ставит лайки, комментарии оставляет и донаты и так далее, да? И тому угодно, как говорится. Сегодня у нас тема «Белая магия». Какая же самая сильная белая именно магия? Вот. Такая область, да, так сказать, потому что нас многие люди разделяют. Я не разделяю так-то, но есть, так сказать, область. Это как в Кимбанде, у Манда есть «Белая сторона». Ну, это не значит, что они могут шандарахнуть так, что потом откачивать можно хуже, чем от черных. Хрен потом снимешь, вот. И в обычной русской магии тоже, и в Чернокнижье тоже «Белая сторона» есть, да? И христианство, можно так сказать, частично как и католицизм, как и мусульманство, как и османская магия, вот. Она тоже есть. Или арабская магия, магрибская, как только уже там и называют. Система одинаковая планетарка. Есть «Белая сторона», да? Чем она обоснована? Она обоснована тем, что свет, понимаете? То есть свет, чаще всего это магия определенных стихий, более чистых, не агрессивных, не рассчитана на убивание и так далее, да? Ну, это так, так сказать, на словах. Но на деле, конечно же, как говорится, и ангелами можно укатать в могилу. И архангелами, и Аллахом, как говорится, и всеми сподряд. Вот. Как бы там мусульмане многие не говорили, или христиане, или католики, ой, или буддисты, ой, нельзя с помощью Будды изводить в могилу. Да, конечно. Санг-Янг. Вот. Есть такие талисманы. Вот. Они нумерологические есть. Тайские тоже. О, прекрасно! В Таиланде и в Камбодже используются для изведения в могилу. О чем вы говорите? Вот. Реальность другая. Поэтому некоторые женщины даже, хух, прекрасно их применяют иногда. Типа, ой, я такая вся Востоку поклоняюсь. Здесь потом два дня, и уже мужику кранты. Вот. Нехрен было изменять, называется. Какая же самая сильная область белой магии? Первое. Это, естественно, всегда, не устаю повторять, это соблюдение определенных правил традиций, да? То есть, если какой-то культ белой магии, или белое поклонение каким-то силам, да хоть там Иисусу и так далее, Иешуа. Вот. Ой. Или какому-то там еще святому. То, естественно, соблюдение правил. Что он любил, что он там, допустим, ел и так далее, да? То есть, подношение, какие-то цвет свечей и так далее. Ну, это в Сантерии часто используется тоже. В христианстве это так же. У них есть распределение, хотя они лукают, говорят, не, не, не. Так же к белой магии относятся псалтыри Соломона. Псалтырь Соломона и Давида есть такие, да? И вот они относятся к белой магии. Там призываются ангелы такие. Они есть и на привороты. Только талисманы, символы, я уже говорил, не выкладывают. То есть, как я проползаю, как это, в норе у мышки. Вот. Машины и тропой, блин. И многие не используют, потому что их нету. Вот. То есть, псалтыри разные, потом разные. Аяты много чего, да? То есть, используется в белой магии. Самое эффективное, это магия талисманов. То есть, бывает там, во имя какого-то святого составляется. По тип копской магии. А тоже белая такая. Ну, как сказать? Белая тоже. Можно и ей ухарачить, я и говорю. Вот. Есть область такая более, как говорится, невинная. Типа там, обращение к ангелам или архангелам определенным. Их просят, как бы, чтобы наладить жизнь. Или наладить отношения. Или, наоборот, укатать человека по какой-то причине. Естественно, делаются определенные. Еврейская магия и иудейская тоже. Все включают это. То есть, определенные. Так, что у меня тут на пальце? Вот. Включаются определенные символы, талисманы там, копские или правила, да? Вот. И начинается изведение человека, допустим, в могилу, да? Оно в виде подклада может использоваться или какого-то омовения, очищения, да? Блин, надо же. Первый раз вижу такие сосульки, торчащие из земли. Вот. И это применяется очень эффективно и быстродействующе, да? То есть, это та же талисманная магия, та же тэвизи там всякие арабские, мусульманские или чеченские тоже есть вид. И тут не надо бояться. Эффективность от этого, да, есть белая магия. Но это не значит, что ее нельзя направить на приворот или соблазнение, или примитивные, как в Чечне так любят, как и в Египте любят. Я тоже столкнулся, когда в Египте был. Ну, привычка вызывать мужиков или баб на секс. Вот прям так все любят, прям о-о-о. Вот. Прям обожаю в Скандинавии, вот только мужики этим и блеют. Вот нет, женщины, все, давайте ее соблазним любую, какую-нибудь попало. Как говорится, где пиво пьем, там и быстрее что-нибудь устроим, да? Пивные руны я литеры выкладывал, как они выглядят. Вот. Часто использовались они тоже. То есть, вот эта вся графическая магия, вот эта вся магия, где не нужно жертвоприношение кровавое какое-то, да? Хотя в белой магии используется жертвоприношение. Ангелам, я уже говорил, вино подносят иногда. А, вот это красное, многие говорят, в алтарную зачем? Это вот как раз ангелам тащат, да? Это не Богу, не Иисусу, это как раз несется ангелам. Подношение, это копский и греческий метод подношения. Вот. У иудеев я это видел, тоже в качестве порчи иногда там льют бокал вина в пустыне, чтобы джин или определенный злой демон там хорошенечко взбучку кому-то или устроил. Также белая магия, самая сильная, это духи. То есть, какие-то духи, это не обязательно святые, а духи стихий. Там духи, например, огня, земли, воды, да? У них есть имена, их призывают, есть символы ихные, да? Поэтому во время призыва демонов иногда тоже их используют и применяют. Вот это самые сильные такие методы. То есть, они самые основные, но, естественно, чисто белая деревенская магия обычно в каждом культе, в каждой стране она похожа из тематики, как и в Сантерии, как и в Вуду, как, да? В Кимбанди или Умбанди, вот Умбанди, она постоянно используется тоже деревенские простые методы. Можно просто белым методом через какой-нибудь ангела Гавриила там заставить бабу так хотеть, что потом до конца 16 дней луны, как говорится, до последнего, да, срока она будет хотеть, она будет желать и будет вас доканывать. Это простой белый метод. Он не подразумевает призыва демона, да? Он на собственной силе. Вот это самые такие простые методы. Они сильные. Они сильные, быстрые, эффективные, но иногда быстро выгорающие. То есть, их подделывать постоянно. Ну что ж, вот подняли тему вкратце. Всем удачи, успехов. С вами был Икс МЧУ. Ставьте лайк, комментируйте. Почти удачи.